Одесский горызбирком проиграл апелляцию Украинской морской партии Сергея Кивалова. Пятый апелляционный административный суд в течение пяти часов воскресного дня расставил в деле горызбирком против Украинской морской партии все точки над «и». Закон оказался полностью на стороне полицилы, которую без причин и по желанию нынешней городской власти попытались выкинуть из избирательного процесса. Авантюра не удалась. Время 2020 року проведу арестрацию кандидатов в депутат Одесский міський рад Одесский вино-одейский обеспонд на перших виборах 25 жюртня 2020 року висунок Одесский облесной реализации Украинской морской партии Сергея Кивалова. То, зобов'язано зареструвати кандидатов в депутаті залишити без змін. Сьогодні пяти апелляционный административный суд нарешті поставил крапку у судовому спору між Одесскою міською териториально-виборчою комісією Одесского району Одесскої області та Одесскою областною організацією Украинської морской партии Сергея Кивалова. П'ятий апелляционный административный суд постановил, що рішення окружного административного суду є повністю законом, обгрунтованим і таким, що забезпечує громадянам, виборцям доступ до народовлади. Ми це рішення, звичайно, що повністю підтримуємо, розуміємо його важливість та значення для як Одесскої областної організації Української морської партии Сергея Кивалова, так і для виборців і встановлення та утвердження демократії в Україні. Лідер Української морської партии Сергей Кивалов прокомментировав решення п'ятого апелляционного административного суда, подчеркнув, що претензії гурозбіркома изначально були безпочвенны, а тактика, выбранная покровителями избирательной комісії – провальной. Гурозбірком теперь обязан зарегистрировать представителей Украинской морской партии кандидатами для участия в выборах в Одесский городской совет. Однако контролировать избирательный процесс должны другие люди, убежден Сергей Кивалов. Во всяком случае, Украинская морская партия будет добиваться самых жёстких санкций, предусмотренных законом для главы и секретаря комісії. Ничто не должно угрожать демократическому волеизъявлению граждан. Только что Пятый апелляционный административный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции об отмене политически ангажированного решения Одесского городсбіркома, отказавшего кандидатам в депутаты от Украинской морской партии в регистрации. Тем самым апелляционный суд ещё раз подтвердил правильность составления документов, поданных Украинской морской партией, а также тот факт, что, выполняя политический заказ, городская избирательная комиссия допустила ряд грубых нарушений действующего законодательства. Ввязываясь в эти политические игры с коррупционным подтекстом, руководители городской избирательной комиссии, видимо, забыли, что они не в частной лавочке, а на службе у государства. И, учитывая, что городсбірком дважды проиграл дело в суде, все судебные издержки теперь должно будет заплатить государство. Как юрист и как гражданин я считаю, что это несправедливо. Не должно государство оплачивать рабочее время и злоупотребление тех, кто использует свои должности для фальсификации выборов. Поэтому Украинская морская партия уже инициировала возбуждение уголовных дел в отношении руководителей Одесской городской территориальной избирательной комиссии. А также обратилась в Центральную избирательную комиссию с заявлением о необходимости срочной замены главы и секретаря горизбиркома. Напомню, кандидаты Украинской морской партии Сергея Кивалова подали документы еще 23 сентября, а рассматривать их начали в самый последний момент – 28 сентября в 22.32, то есть когда уже уходили пятые сутки, предусмотренные законодательством. Для сравнения, партия Одесского городского головы, доверяя делам, подала документы 20 сентября, а уже 21 сентября они были рассмотрены. 27 сентября Украинская морская партия получила сообщение от горизбиркома о неточностях и технических ошибках в автобиографических данных пяти кандидатов и оперативно их исправила. Никаких сведений о нарушении гендерной квоты комиссия не заметила. А 28 сентября, когда в комиссию были направлены заявления двух членов Украинской морской партии об отзыве их документов, что позволило бы соблюсти гендерную квоту, секретарь комиссии эти заявления приняла, но они не были рассмотрены на заседании. Украинская морская партия Сергея Кивалова обратилась в ЦИК с заявлением о необходимости срочной замены главы и секретаря Одесской городской территориальной избирательной комиссии, а также направила заявление в СБУ, в Национальную полицию Украины, Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований о деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии, одна из которых приехала в Одессу на заработки из Киева, а вторая возглавляет коммунальное учреждение города и подчиняется непосредственно мэру Труханову. 1 октября Одесский окружной административный суд вернул украинскую морскую партию Сергея Кивалова в избирательный процесс. Но горы с Бирком уподобляясь барону Мюнгаузен пытался вытащить себя за волосы из озера и подал апелляцию. Попытка пойти против закона снова была пресечена. На этот раз окончательно.